Здравствуйте, меня зовут Юсефа, я специалист Центра еврейской медицины БРДАВИД. Смотрите этот ролик до конца, так как в этом видео я расскажу о самых популярных мифах, которые только добавляют тревожность родителям, а также расскажу, миф или это. За последние несколько десятков лет в мире резко увеличилось количество детей с нарушениями развития. Причем самые распространенные нарушения относятся к категории аутизм и расстройства аутистического спектра. Аутизм и расстройства аутистического спектра – это комплексные системные нарушения, связанные с разнообразными повреждениями центральной нервной системы ребенка. Поэтому они обладают множеством самых разнообразных симптомов и проявлений. Как правило, каждый ребенок имеет проявление только части симптомов, характерных для этих заболеваний. Именно поэтому диагностика аутизма – вещь непростая и требующая всестороннего обследования ребенка, как правило, несколькими специалистами. Некоторые родители ищут доказательств, что их ребенок не страдает этими нарушениями развития. Учитывая сложность и системность аутистического спектра, невозможно назвать такие признаки, которые бы точно говорили, что ребенок здоров. Если у родителей есть сомнения в том, нормотипичен ли их ребенок, то очень высокая вероятность, что он не нормотипичен, и им следует обратиться к специалистам по месту жительства для обследования возможной постановки диагноза. Есть вещи, которые родителям следует знать о диагностике аутизма. Во-первых, аутизм по-разному диагностируется в разных странах. Это надо учитывать при выборе специалиста, к которому родители должны обратиться. Где-то это будет врач-невролог, где-то врач-психиатр, где-то клинический психолог, где-то это будет несколько специалистов. Короче, вам нужно точно знать, какова схема диагностики именно по вашему месту жительства. Во-вторых, если ребенок имеет какое-то нарушение развития, то совершенно неважно, какой диагноз ему поставят. Такой ребенок требует повышенного внимания со стороны родителей и зачастую требует той или иной терапии. Если у вашего ребенка обнаружены какие-то отклонения в развитии, то очень важно сделать ему полное медицинское обследование. Дело в том, что иногда за аутизм или раз принимают другие заболевания. В нашей практике встречались дети, чьим настоящим диагнозом должны были быть иные заболевания. Такие, как нарушение аминокислотного обмена, шизофрения или даже такие тяжелые генетические синдромы, как синдром Ретта и синдром Иценко-Кушинга. Следующий распространенный миф – задержка речи и языковые трудности. Все ли дети испытывают это? Из сказанного выше понятно, что каждый ребенок с диагнозом аутизм или раз не похож на всех остальных. Конкретные проявления заболевания будут зависеть от повреждений центральной нервной системы данного конкретного ребенка. В нашей практике были дети, которые прекрасно разговаривали. Лучше даже сказать, что они прекрасно болтали. Только вот смысла в их болтовне не было никакого, потому что они не понимали, что говорили им, и вряд ли понимали, что именно и зачем они говорили сами. То есть это просто именно болтовня. Наличие задержки речи и прочие языковые трудности говорят только о том, что у ребенка есть определенные повреждения в центральной нервной системе, и возможно, что у него есть нарушение моторики губ, языка, щек и гортани. Подобные нарушения могут давать не только задержку речи, но и определенные трудности с процессом поглощения пищи и другими действиями, связанными с этими органами. Например, ребенок не может пить из трубочки, или ребенок не кушает твердую пищу. В общем, там есть много вариантов. Следующий распространенный миф – отсутствие глазного контакта. Является ли отсутствие глазного контакта универсальным признаком аутизма? По тому, что мы видим на детях, которые приезжают к нам уже с готовыми диагнозами, в большинстве стран диагноз аутизм, именно как аутизм, получают дети, имеющие трудности с глазным контактом, а дети, у которых хороший глазной контакт, реже получают именно диагноз аутизм, но при наличии отставания развития они получают диагнозы, такие как расстройство аутистического спектра, атипичный аутизм, атипичный рас. На самом деле это только означает, что у ребенка повреждена не фронтальная кора головного мозга, а какая-то другая область головного мозга. Такие дети все равно требуют повышенного внимания и зачастую требуют специальной терапии. Следующий распространенный миф – это отсутствие игровой активности. Здесь я бы сказала, что это не совсем миф, потому что практически все дети с любыми отставаниями в развитии имеют те или иные специфические признаки, скажем так, формы игры. Здоровые дети показывают два важных признака при любой игре. Во-первых, они с удовольствием подражают, и, второе, они играют в ролевые игры. Здоровый ребенок подражает невольно с первой минуты своей жизни. Ролевые игры начинаются чуть позже, но к трем годам они начинаются практически у всех и говорят о том, что ребенок адекватно усваивает социальные правила и установки. Если есть проблемы в этой области, то главная жалоба родителей, именно родителей тех детей, которые получили диагнозы аутизм или рас, это то, что ребенок, во-первых, не подражает или плохо подражает, и, второе, что ребенок либо вообще не играет в игрушки, либо он играет в них очень специфическим образом. Ярким примером такого нарушения является расставление предметов в рядочке. Этот признак как раз очень учитывается при постановке диагноза. Дети с сохраненным интеллектом могут приобретать так называемый специальный интерес. Например, ребенок играет только зебрами или только динозаврами, или знает наизусть все маршруты автобусов и самолетов. Распространенный миф – отсутствие жестов и мимики. Миф ли это? Сейчас я вам расскажу. По нашей практике, к сожалению, бедная мимика – это не миф. Дети, имеющие нарушения в развитии префронтальной коры, все имеют обедненную мимику или просто полное ее отсутствие. Дети, имеющие нарушения в развитии теменных долей головного мозга, тоже имеют обедненную мимику, хотя нарушения не то же самое, и мимика выглядит не так, как у детей с повреждениями префронтальной коры, но их мимика сильно отличается от мимики здорового ребенка. Поэтому, если ваш ребенок сохраняет невозмутимое выражение лица, то это повод насторожиться. То же самое, если его лоб никогда не собирается в складки, если его брови не движутся и так далее. Понаблюдайте за своим лицом, потом понаблюдайте за лицом своего ребенка. Здоровый ребенок во многом повторяет, копирует мимику окружающих его людей. Его лицо подвижно, и на нем отражаются все его впечатления от происходящего вокруг. И следующий распространенный миф – неадекватное поведение. Собственно, тут вопрос, какое именно неадекватное поведение характерно для этих детей. Считается, что дети с аутизмом непременно будут иметь стремление к стабильности. И действительно, многие дети с этими диагнозами предпочитают знакомую обстановку, избегают новых маршрутов, не хотят надевать новую одежду. Такие дети могут впадать в истерику в незнакомых местах, могут устраивать истерики в магазинах и в других местах, где есть незнакомые люди. Жизнь родителей, чьи дети обладают этими особенностями, очень трудна, потому что даже элементарное посещение магазина превращается в самое настоящее неприятное приключение. И многие родители в итоге просто отказываются куда-то выходить с ребенком. Эти проблемы в поведении таких детей наиболее известны, потому что они наиболее видны. Но они отнюдь не единственные проблемы. Есть другой тип особых детей, чьи родители жалуются на то, что дети патологически избегают требований. Это еще один признак, говорящий о повреждении префронтальной коры головного мозга. Система, по которой мы работаем, позволяет добиваться восстановления поврежденных участков коры головного мозга. И дети, у которых удается этого добиться, сильно меняют свое поведение. На различных этапах восстановления дети ведут себя по-разному. И мы уже знаем, чего примерно ожидать от ребенка. Изменения в поведении детей мы используем как индикатор степени восстановления. Например, ребенок с низкофункциональным аутизмом. Одна из жалоб родителей – ребенок не готов ничего делать самостоятельно. Еще плюс протестное поведение. На каком-то этапе терапии ребенок начинает сначала просто выполнять просьбы родителей, а на более продвинутых этапах начинает сам проявлять нужную инициативу. Например, сам садится рисовать, или помогает убирать со стола, или делает еще какую-то полезную работу. Еще один распространенный миф – это интеллектуальные ограничения. Считается, что дети с аутизмом могут иметь различные интеллектуальные способности и таланты. Миф ли это? Собственно, это даже нельзя назвать мифом, потому что это просто неверно. То есть все зависит от конкретного ребенка. Есть дети с неповрежденным интеллектом и есть дети со сниженным интеллектом. Примерно четверть всех детей с диагнозом аутизм имеет сохранный интеллект, и многие из этих детей имеют какой-то талант, например, в музыке или в рисовании. Некоторые обладают способностью очень быстро складывать и умножать в уме большие числа. Есть очень разнообразные, скажем так, проявления у таких детей, иногда очень интересные. К сожалению, при наличии других проблем в поведении и в развитии, эти таланты совсем не спасают ситуацию и не позволяют ребенку во взрослом возрасте жить самостоятельно без родительской опеки. При этом, когда нам в нашем центре удается восстановить ребенка, его талант может раскрыться полнее. Хотя во многих случаях, как мы видим, при восстановлении ребенка талант может отойти на задний план. Просто потому, что личность ребенка становится более гармоничной. И то, что было его единственным интересом, может просто перестать его интересовать. То есть, например, ребенок, который рисовал или потрясающе лепил, когда он начинает видеть мир и заниматься чем-то другим, у него просто появляются новые интересы. Ребенок, страдавший нарушением развития и обладающий талантом, да к чему угодно, опять же, лепка, рисование, музыка, при выздоровлении может просто меньше интересоваться этим, потому что он нашел себе какие-то другие интересы, какие-то другие увлечения. И родители должны понимать, что дети – это маленькие люди и тоже обладают свободой выбора, как и взрослые. Поэтому, когда ребенок обретает возможность реализовать свою свободу выбора и вместо рисования хочет идти кататься на коньках или, например, играть с новыми друзьями или еще что-то делать, то родителям следует уважать его выбор. Хотя, несомненно, их обязанностью является мягко направлять ребенка в правильную сторону. За последние годы очень выросло количество детей с нарушениями развития. Никто не знает настоящей причины, почему это происходит. Такие дети сегодня могут встретиться везде – на улице, в самолете, в поезде, в ресторане. Эти дети могут вести себя неадекватно, могут кричать, могут бегать. Среди них попадаются и агрессивные дети. Например, один знакомый мне мальчик имел обыкновение подбегать к прохожим и пинать, и бить их ногами и руками. Но такое бывает редко, к счастью. Гораздо чаще можно встретить ситуацию, когда ребенок просто в истерике, а родители ничего не могут сделать, чтобы его успокоить или уговорить его не мешать другим. Важно понимать, что родители этого ребенка живут в таком кошмаре ежедневно и ежечасно. И они не останавливают ребенка не потому, что они не хотят, а потому, что не могут. Посмотрите, чем вы можете им помочь. Отвлечь такого ребенка, как правило, невозможно. Ему нельзя давать конфеты и прочие лакомства, потому что вы не знаете, какие у ребенка есть аллергии или непереносимости продуктов. Но можно предложить родителям собрать для них продукты в тележку в супермаркете, помочь их довезти до машины, да мало ли что еще. А главное, их не надо осуждать. Большинство родителей абсолютно адекватны и сами не рады той ситуации, в которой оказались. И ваше осуждение сделает их жизнь еще более трудной. Поэтому если можете, помогите, а если не можете, то просто пройдите мимо. Спасибо за то, что вы посмотрели наше видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте нам лайк. Мы – это Центр еврейской медицины БРДАВИД. Еврейская медицина – это вид комплементарной медицины, сочетающей естественные методы из нетрадиционной медицины, реабилитологии и конвенциональной медицины. Благодаря такому сочетанию мы достигаем невероятных результатов восстановления больных с хроническими заболеваниями и состояниями. Среди них все виды задержки развития у детей, такие как аутизм, РАС, ДЦП и многое другое. Мы успешно сочетаем методы реабилитации, оздоровления и методы развития. Нас можно найти по адресу www.br-david.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова